Даже если повестка не пришла, но такой вариант возможен, нужно заранее подумать, как поступить с бизнесом в случае мобилизации. Ведь индивидуальный предприниматель несет ответственность всем своим имуществам. И если бизнес лопнет, рискует вернуться к разбитому корыту. По мнению специалистов, нужно решить, кому вы доверяете. В идеале это должна быть женщина или мужчина, которого точно не мобилизует. В отношении него нужно оформить генеральную доверенность, с помощью которой он сможет выполнять те действия, которые обычно выполняет сам предприниматель. О чем нужно в первую очередь подумать? Об уплате обязательных платежей, налогов, сборов, страховых взносов на работников. О совершении каких-то сделок по текущей деятельности, которые нужно каждый день совершать, чтобы деятельность бизнеса не оказалась заблокированной. О заключении трудовых договоров, если есть такая необходимость. О получении корреспонденции. То есть все то, что делает индивидуальный предприниматель обычно сам каждый день для того, чтобы его бизнес функционировал. Если бизнес достаточно большой, можно назначить одновременно двух директоров. Законодательство такую возможность предоставляет с 2015 года, хотя ей мало кто пользуется. Для этого нужно оперативно внести изменения в устав и предусмотреть, чтобы эти два директора могли действовать независимо друг от друга. В случае мобилизации одного из них, второй будет выполнять все полномочия, и фирма продолжит свою нормальную жизнедеятельность. Второе, что обязательно сделать, я рекомендую в банке предусмотреть право второй подписи для распоряжения расчетным счетом организации. Потому что все мы знаем, что пока расчетный счет организации жив, значит организация жива. Как только расчетный счет заблокирован, все никакой деятельности никто вести не может. Уплату платежей, которые носят регулярный характер, можно настроить через кабинет налоговой. Для остальных потребуется доверенность на лицо, которое будет производить расчеты. Непосредственно в банке, там можно завести карточку предприятия с еще одной подписью, человеку выдадут еще одно ЭЦП, и таким образом у нас будет два ЭЦП. На случай, если человек мобилизует, вторая ЭЦП, пожалуйста, она работает. И не забываем, что многие предприниматели, когда им это объясняют, говорят, ну я просто уеду, а свою ЭЦПшку передам бухгалтеру или жене. Это все хорошо, но ведь ЭЦП, это не механизм, скажем так, ЭЦП может сломаться. И что будет, если она сломается? Все, фирма парализована, а с фронта вернуться и поменять ЭЦП нельзя. В случае, если весь бизнес завязан на вас, и вы понимаете, что вашей фирмы без вас полноценно работать не будет, лучше предприятие закрыть. Поскольку мобилизация не освобождает индивидуального предпринимателя от уплаты налогов, сборов. Предусмотрено освобождение от уплаты страховых взносов, но только если деятельность не ведется. Сейчас в Госдуму внесен законопроект об отсрочке мобилизации для предпринимателей. Это сделано как раз для того, чтобы он мог решить, как поступить с бизнесом. Но принимать решение в случае вступления закона в силу придется быстро. Пока депутаты обсуждают, сколько дней предоставить для этих целей – пять рабочих или пять календарных. Виктория Шарая, Николай Сидоров, События.